Счастливцы! Одно из самых потрясающих явлений последней четверти 20 века это возвращение евреев к Торе. Во всем мире, в Америке, в России, в Израиле, так получилось, что с 91 года в течение 15 лет я ездил в Ешиву в Москве. И я вел дневник, и как-то получилось, когда я просмотрел свои записи, что это стало свидетельством того, что происходило там, в этой стране, в которой больше 70 лет насаждали атеизм. Написано в Торе, а он свидетель или видел, или знал. Так получилось, что я стал свидетелем этого живого чуда, как евреи в этой стране, победившего атеизма, стали возвращаться к Торе. Каждый из них – это отдельный рассказ. И эти дневниковые записи стали свидетельством того, что там происходило. Поразительно, как возникла Ешива в Москве. Никто об этом сначала вообще не думал. Вначале снимали квартиры в разных районах Москвы. Первыми были Александр Айзенштадт и Раф Давид Крюгер. Привозили книги из Израиля, готовили, устраивали субботы. Но постепенно стало столько молодых людей, что никакие квартиры ни на Соколе, ни в других районах не могли их вместить. И тогда сняли маленький бревенчатый дом в Подмосковье, в поселке Валентиновка. Это был санаторий Центра Союза. И там пришли ученики и студенты, которые оставляли самые лучшие институты Москвы и приходили учить Тору. Продукты привозил на своей частной Волге Иван Серафимович. А поваром Ешивы был Саша. Повар как повар, только он никогда не был трезвым. Однажды на ужин он спел блины, но они были какие-то, ну, немножко горьковатые. Преподаватели Шивы Равлия Утавгер есть их не стал. А наши ребята ели, посыпались сахаром и просили добавку. В два часа ночи началось. Одного рвало, другой держался за живот, третий вообще не выходил из туалета. Вызвали скорую помощь. И врач скорой помощи попросил разбудить повара. Когда проснулся Саша, ему сказали, чтобы он показал бидон, из которого он брал масло. И оказалось, что это масло было Серафимович, нашего водителя. Он по дешевке купил машинное масло у какого-то знакомого таксиста. На этот раз его не уволили, но предупредили. Через две недели он ушел в запой. Три дня его не было. А потом он, мрачный, пошел на кухню и вошел в бейт-мидраж с большим ножом. «Погубили Россию!» – закричал он и направил нож на наших ребят. Ну, конечно, все прекратили молитву, сгрудились в углу. Один схватил табуретку. И вдруг Равьяков Сакован медленно снял твелин, положил их в коробочки, подошел к нему и громко сказал «Что кричишь?» «Отец! Не мешай!» Равина Равьякова Сакована он называл «отец» с ударением на «о», потому что тот ходил в длинном фраке. «Что кричишь?» – еще громче закричал на него Равьяков Сакован. А потом Тиша добавил «Хочешь опохмелиться? Идем со мной, я тебе налью!» «Отец!» – с восхищением воскликнул Саша. «Давай нож!» – строго сказал ему Равин. И он осторожно, рукояткой от себя, положил ему в руку нож. А ребята после этого продолжили молитву. И, может быть, впервые они осознали слова «За чудеса, которые делаешь ты для нас каждый день!» «Где-то в апреле 1991 года на свадьбе одного нашего знакомого ко мне подошли мои старые знакомые Равшимон Познер и Рабдовид Крюгер. И спросили меня, ну что, ты хочешь поехать к нам в Битмидраж в Москву?» Я сказал, нет. Я даю уроки в разных городах. Сейчас только приехала Алим. Я делаю свою работу в Израиле. И вдруг Равшимон сказал, а кто сказал, что то, что происходит в Москве, менее важно? «Хорошо», – ответил я. «Я спрошу у моего Рава Гаона Рамойши Шапира. Поскорее спроси». «В тот же вечер я пришел домой к Равшапира и задал свой вопрос. Ты знаешь, ЦВИ, то, что происходит сейчас в Москве, мне кажется, очень важно. Мне кажется, что ты должен туда поехать. Но спроси у своей жены. Она беспокоится. Там государственный антисемитизм, общество, память. Она боится». И тут Гаон Рамойши Шапира мне сказал, «Знаешь, ЦВИ, тот самый Кадош Баруху, который находится здесь, в Иерусалиме, он на самом деле находится в Москве тоже». Это я выучил на всю жизнь. Моцей Шаббат, вечером на исходе субботы. На лестнице столкнулись с учеником Ешивы Мойша Богдановым. Он всего несколько недель, как оставил еврейскую школу в Москве и пришел в Ешиву. Сделал брит. Разговорились. И он мне сказал, «Вы знаете, рабцы, у меня еще этого нет. Ребята говорят, творец – это абсолютная реальность. Ну, как лестница, как перила. Но у меня этого еще нет. Лестница есть, перила есть. А про творца я еще этого не знаю. А я вам скажу честно, почему я в Ешиве? Потому что вы, другие раввины, вы это так понимаете, вы это знаете. Поэтому я жду, когда это откроется и мне. А об этом написано в Торе. И будет, когда сбудется на тебе все благословения и проклятия, и вернешься ты всем сердцем твоим, всей душой твоей к Творцу. И будешь исполнять его волю и ты, и сыновья твои всем сердцем и всей душой. Рассказ о создании и деятельности Ешивы Торадхаим в Москве – это рассказ о чудесах Творца. Удивительное явление, как это дерево жизни, Ешива Торадхаим, была посажена в земле опустошенной. Это дерево приносит великолепные плоды. Даже в Ешивах Израиля они выделяются своими способностями. Здесь мы видим, как реализуется пророчество пророка Ишаяу. И скажешь в своем сердце, кто породил мне этих? Я потеряла своих детей, была брошена и одинока. Кто же растил их? Так говорит Творец Всесильный. Вот я вознесу к народам руку мою, и перед племенами подниму мое знамя, и они принесут моих сыновей. Существование Ешивы Торадхаим – это чудо. Она подобна Ковчегу Завета, который не занимает места. Так пишет Гаон Рамыша Шапира в предисловии книги «Счастливцы». Дневник Милана. Мой учитель Рабыцкак Зильбер написал в предисловии к этой книге «Счастливцы». Это живое свидетельство о том чуде, как евреи в России, в Советской России, возвращаются к своим корням. Это Ешива, которую создал великий праведник Рамойша Соловейчик из Цюриха. Это святое святых. Это Кодыша Кодашин всей России. «Емпа, ти фתח לי את השאר, אני רוצה לחזור מתשובה. В Хоэль Мамамининь, שהוא соль на якссе, ולא היה היה... В Хоэль Мамаминь, שהוא соль на якссе, ולא. Субтитры создавал DimaTorzok